запись игра по нотам по нотам веселые гуси это должна быть левая рука это должна быть правая важно расположить пальцы и так это у нас нота, нота, нота фа ду, ре, ми ду, ре, ми фа, 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 фа и отсюда начинаем второй палец и еще разок жи, ми, куба ку, си два веселых ку, ся а веселый друг бедный гуси 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 ваше видео я очень часто смотрю перед сном ваш милый приятный голос убаюкивает и дает надежду на исцеление спасибо огромное за то что вы есть вот сейчас мучаюсь мучаюсь грыжи всех отделов позвоночника от операции отказалась три года назад голод водный сухой исключение всего вредного массаж гимнастика то чуть легче но головные боли хронические страшные разберемся почему именно головные боли возникли сделала мрт наружная наружная гидроцефалия мозга наружная врачи говорят что только операция а иначе смерть а я участвовал что уже сухое каскадное голодание может убрать эту водянку голодал уже по сухому три раза по три дня теперь планируем начать сухое голодание опять через пять три раза несколько раз между голодом и сыроедением если не поможет планирую ехать на Байкал к филунову уж очень он обнадеживает своим своим способом уж очень не хочется делать операцию еще и гайморит хронический с детства 30 протыканий 4 операции антибиотики результат ноль начала начала два месяца капать цикломен колонхой голову свесив с кровати хорошее лекарство затекает в мозг и чуть облегчение я знаю надо капать год и более это я знаю по лекциям Семенова я у нее очищалась с 2002 года от паразитов вылечилась от фиброзной кистозной мастопатии назначили операцию а я поехала в Сочи в школу Семенова прошла а потом пиявки 180 штук и вышли из молочной железы шары как голубиные яйца а из них белые нити все были в шоке Семенова сказала запомним вот эти шары белые с белыми нитями Семенова сказала что это колония трихомонад прошло 15 лет я забыла про грудь совсем не болят миленький Геннадий Петрович сделайте пожалуйста ваш труд на тему о сухом голодании при гидроцефалии операции не хочу и боюсь я думаю что можно помочь если продолжить долго и не один годик как Порфирь Иванов Суворин Малахов как вы думаете простите что много написала просто посоветоваться не с кем ясно что с врачами не посоветуешься у Филоновой на Байкале сухой голод 11 дней чтобы брать водянку наверное надо будет голодать и не один раз как вы думаете ну и далее значит благодарность вот смотрите вот смотрите чистилась от паразитов и вышли вышли вот такие вот образования из молочной железы шары как голубиные яйца из них белые нити это больше всего похоже на грибницу которая пускает вот эти свои как там она называется стромы или я не знаю или это мицелий не мицелий это что то другое ну короче она пускает такие беленькие нити по всему организму и вот смотрите что если вот это вот грибница она так сказать сделала себе в местном пребывании грудные железы и в них развивалась уже видите тела она сделала а ниточки через них она значит употребляла питание со всего организма то это означает это означает когда применили противопаразитарное лечение и они значит вышли что прячась это как возможный вариант прячась от противопаразитарного лечения это значит грибница могла значит мигрировать отчасти отбросила там ну какие то свои грубо говоря плодовые тела и отчасти могла мигрировать и в голову для того чтобы ее особо вот эти все вещества которые выкуривают из организма не доставали то есть любой паразит стремится всегда туда где его меньше всего достанут это очень хитрый такой такое существо у него одна задача просто выжить и он стремится выжить любой ценой значит уже заранее зная где хорошие места в организме куда проникают допустим противопаразитарные средства а куда они не проникают значит если это просто какая то водянка в области головы то я посоветовал следующую следующую такую методу которую применяли и избавлялись человек стрижется на лысо можно тоже побриться смазывает перед сном голову медом значит одевает целлофанную шапочку или там какой-нибудь пакетик так чтобы все это не текло далее значит замотывает голову чтобы ну естественно не замазаться и ложиться спать значит мед как более вязкая такая жидкость вязкая сухая за счет осмоса вытягивает воду из области головы и когда делали так несколько раз вот эти головные боли уходили потому что головные боли возникают из-за того что там скапливается вода и она давит на значит изнутри на черепную коробку естественно там на головной мозг и от этого возникает сильнейшие боли то есть это способствует тому что давление воды уменьшается потому что она выходит говорят что целая подушка на утро была мокрая от этой процедуры вот такое действие и несколько раз и наступало значит улучшение то есть без всяких там каких-то внедрений внутрь черепной коробки если же это не значит не просто водянка мозга а вот что-то связано с вот этой вот опухолью которая вышла из молочных желез а потом туда перебралась здесь значит поступаем несколько по-иному надо ее вот смотрите когда начали применять противопаразитарное лечение вот ее будем говорить как бы вытеснили из организма а надо не столько вытеснить потому что где-то она вытеснулась допустим из рудей а в голову она может вошла и там спокойненько сейчас живет и начинается эти вещи и вот эти вот все эти гаймориты и так далее и тому подобное говорит о том что произошло вообще тотальное поражение организма самыми различными микропаразитами там может быть и грибками и и какими-то вредными бактериями и прочее прочее значит что бы я вот здесь бы сделал я так же бы на голову применял вот этот вот медовый вот такой вот шапочку эту медовую на ночь но дополнительно вы смотрите что бы я делал я бы обязательно и частенько очень часто использовал испанский плащ как делать испанский плащ я рассказывал то есть эта процедура когда вас заворачивают в простыню из холодной воды далее укрывают накрывают толстыми перинами и сначала у вас возникает озноб естественно от холода а потом начинается разогрев организма будто вы в парной и вот этот вот разогрев организма внутренний жар начинает создавать душняк разного рода вот этим грибницам разного рода там паразитам отчасти их сожжет отчасти значит создаст такие условия что они начнут искать выхода и по мере остывания простыни вокруг кожи образуется влажная такая поверхность очень благоприятна как раз для проживания этих различных паразитов и они на эту поверхность так как внутри жар а здесь снаружи нету они потихонечку выползают то есть важно это не убить а выманить и вот эта процедура мед с этим вот будут способствовать тому что даже одна эта мокрая рубаха или по-другому испанский плащ будет способствовать тому что вот паразиты оттуда особенно грибница будут выскакивать не зря когда лечат онкологию пытаются с помощью каких-то уколов что ли или там по-моему уколов создать внутри организма жар поднять температуру вот но эта температура будет у вас подниматься естественно а не искусственно поэтому попробовать вот это и плюс ну если и с медом использовать то мед как субстанция которая удобна для для питания на нее тоже могут вымониться разного рода паразиты то есть можно это значит использовать совместно с мокрой рубахой можно еще дополнительно добавить и попить тадикам можно добавить и прием различных эфирных масел которые также способствуют потому что выгоняет разного рода паразитов то есть добавляет жизненности способствует их пережиганию то есть все это можно сделать и так подытоживая наш разговор по поводу обратившейся Тамары Матвеевой значит что можно сделать не обязательно голодать да можно голодать все это там такое это жесткий мощный этот метод но до этого до этого вот как бы сказать до крайнего этого метода можно попробовать вот такое и в некоторых случаях оно действует возможно даже более эффективно нежели голод то есть там неизвестно кто кого вперед умолит вы себя или паразитов а тут совсем иная методика на выманывание того что у вас имеется и плюс прием вот этих вот эфирных масел противопаразитарных вот этих препаратов потому что они видите что они эмигрируют по организму они и поможет как бы сказать и мутируют то есть могут превращаться в колонии отдельные паразиты могут превращаться в колонию какие-то там симбиоз грибков бактерии гноеродных все что угодно значит вот попробуйте вот это что что я вам сказал а потом можете примерно после проведения хотя бы 10-15 процедур делать это все через день мокрую рубаху потом можете рассказать что как у вас вышло или хотя бы если тяжело через 3 дня делать то есть важно организовать весь этот процесс и я думаю что он принесет свои плоды